36-м туре, английская премьер-леги, Арсенал принимал Брайтон, Арсенал борется за чемпионство, преследует Сити, но, наверное, уже неудачно. Брайтон, если бы не влёт Эвертону, мог бы цепануться, наверное, за четвёрку, но в очень подозрительном матче влетел Эвертону дома ещё 1-5. По составу Арсенала не смог сыграть Солеба, без него не получается почему-то играть на ноль. Зинченко, это зона подбора, он при атаках Арсенала, когда она неудачная, забирает мяч и снова возвращает его в 6-0. Так называемый скрытый плеймейкер. Его нету, опять же, вторая волна у Арсенала не работает. Плюс, матчи зависят от высокой оценки Арсеналу, выиграет или нет Зинченко, либо Саки. Кстати, игроком сезона на вратарской позиции был признан Рампстелл. Кто не знает, у него 6 привозов в этом сезоне. Как можно выиграть АПЛ с вратарём, у которого 6 привозов, и как он может быть лучшим вратарём АПЛ признан, я не знаю. Но, тем не менее, так и есть. У Брайтона не смог сыграть Вельтман, Лолана, Лэмпти, Марш, Вебстер. Из травмированных игроков, наверное, самая серьёзная потеря Вельтман, хотя в этом матче очень неплохо сыграл молодой Колвилл. Первый гол в матче. Митома даёт на подключение Ступинан, он входит в штрафную, навешивает. Игрок Арсенала вроде выносит мяч, но Ступинан тут же его снова завешивает. От газона мяч прилетает Энсисо, и тот головой в дальний угол забивает. 1-0. Брайтон повёл. Второй гол Брайтона, уже считай, под финиш второго тайма. Рамсдейл выносит мяч вперёд на вышедшем на замену Троссарду. Троссард, не глядя, пытается его перевести чуть дальше, но обрезает команду. Мяч по итогу прилетает Тундаву, Ондав перекидывает Рамсдейла. 2-0. Всё, приговор Арсенала. Третий гол Велбек, по-моему, скидывает Тундаву, Ондав чуть проходит. И пробивает метров с 30. Рамсдейл отбивает в сторону. Ступинан в ближний угол добивает. 3-0. Окончательный меток матча. Вроде в трёх голах нет ошибки от Рамсдейла. Но, так посмотришь, да и спасения нет. Лучший игрок матча Ступинан. Гол и голевая. Арсенал в первом тайме играл чуть лучше Брайтона, хотя Брайтон владел инициативой, я имею в виду владением. Во втором тайме, после пропущенного гола, Арсенал просто бросил играть. Пытался что-то сделать, но уже ничего не получалось. Арсеналу на дистанции не хватило, наверное, усиления. Не те игроки пришли. Вернее, те игроки, которые пришли, не заменили ни Зинченко, ни Саку, которые чуть подсдавали. По Брайтону метомы взяли с чата Японии. Лучшего игрока сдали в аренду на год в Бельгии. Он дав лучший игрок, лучший бомбардир чата Бельгии, наверное, прошлого сезона. Третий игрок из Ступинан, один из лучших на Копе Америки на позиции левого защитника. Поэтому говорит, что это гениальные трансферы. Гениальная трансферная политика нет, просто она хорошая и хорошие тренеры. Арсенал на финише отдал чемпионство Сити. Остается два матча и Арсенал остает от Сити на четыре очка. Хотя у Сити аж три матча в запасе. Пока. Редактор субтитров А.Семкин